Разные философские взгляды и концепции. Ну, к некому систематическому изложению. А именно, вот мы говорим, что у нас наша философия материалистическая. А как мы понимаем материю? Вот как вы думаете, что такое материя? Как это определить? Ну, если это материя в магазине, можно пощупать. Что это? Что такое материя? Все ощутимое, что нас окружает. А? Все, что нас окружает. Вот то, что вас окружает. Вот мне это всегда не нравилось. Почему? Потому что когда, так вот, например, в школе называется курс «Окружающий мир». То есть окружающий. А вы из этого себя исключаете из этого мира, что ли? Потому что я вас окружаю, а вы сами-то себя не окружаете. А вы что, не входите в материю? Входите. Поэтому говорить, что только то, что меня окружает, это не совсем хорошо. Правильно? Да. Это раз. Во-вторых, вы материю через себя определяете. А что, когда не было людей, не было материи? Вас точно это не окружало, и меня не окружало. Была. Была. Поэтому высказывание это не является нежелетворительным, а определение нежелетворительное. Точно так же некоторые товарищи берут из книги Ленина «Материализм и империокритицизм» и цитируют, что материя – это объективная реальность, которая дана нам в ощущениях. И говорят, вот определение материи. Во-первых, кому нам? Нет, это вот говорят, что определение материи. Это можно считать определением? Кому нам? Кому нам? Вам? Нам? Кому? То есть, чтобы знать, что такое материя, надо знать, кто такие мы. Это странно. Дана нам в ощущениях. Кем дана? Дана. Но кто может дать? Сами понимаете. Дана. Вот. А потом, что такое реальность? Понятие реальность в науке-логике не в самом начале появляется. Сначала появляется бытие, потом ничто, потом становление, потом наличное бытие. В наличном бытии находится становление, в нем ничто. Это называется небытием. Вот это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое является наличным бытием, называется определенностью наличного бытия. Эта определенность, которая берется как положительная, односторонняя как положительная, называется качеством. А когда вы само качество осознаете, что оно тоже бытие, в нем наличное, и в нем есть и бытие, и ничто, то качество берется положительно как реальность и отрицательно как отрицание. И вот я сейчас проделал этот путь, чтобы вы могли сделать вывод, что понятие реальности это не в самом начале, и это не так очевидно, что такое реальность. Вам придется объяснять, что такое реальность. Определение должно быть простым. Материя простая категория или сложная? Простая, раз простая, так она самая простая или не самая? Самая, а если самая, не надо ее определять особенно. Это то единое, что есть, и все. Вот то, что есть, это материя. Поэтому иногда говорят вместо материи бытие, и все. Правильно? И говорят, что бытие первично, а сознание вторично. Что значит бытие? И Энгельс говорил, что единство мира в его материальности. Вот то единое, что есть. Потому что вы можете сказать, осознание тоже есть. Осознание уже не единое. Осознание есть отражение этого бытия в голове человека. Если человека нет, нет этого отражения. Поэтому материю надо брать просто то, что есть. Осознание – это нечто вторичное, это уже, так сказать, опосредственно сознание. То, та реальность, которая есть у нас в голове, как отражение действительного мира. Итого, не надо городить огород, не надо накручивать очень много, а материя – это то единое, что есть. И вот материя, она имеет разные уровни организации. Материя – это, во-первых, механический уровень. Вы знаете, что есть небесная механика. Планеты все двигаются, да? Планеты, звезды, такие как Солнце. Солнце – это тоже звезда, да? Что делается там в других, вокруг других звезд мы не очень себе представляем, мы прекрасно понимаем, что вокруг нашего Солнца двигается целый ряд планет. Правильно? Причем двигаются они уже миллионы лет. И… А? Миллиарды. А миллиарды, включай, все миллионы, так что. Можно считать, а миллиарды. То есть… И при этом мы видим, что никаких тут усилий никаких с нашей стороны никаких не предпринимается. То есть есть движение, вот эта так называемая небесная механика. Это великие открытия были сделаны для того, чтобы понять, как происходит это движение. Кеплер особенно, вот он рассчитал траектории движения, в том числе траектории движения Земли, вокруг Солнца. выдающийся у него есть работать на эту тему. Вот. С одной стороны, мы знаем уже разные состояния материи. Вот мы знаем, какие вы знаете состояния материи. Вот вы знаете состояние материи, твердое состояние, да? Жидкое, безобразное. Жидкое, безобразное. Да, твердое, жидкое, безобразное. Еще? Еще? Ну и в каком виде материи на Солнце? Безобразное. На Солнце? На Солнце. А что Солнце там? Там мало материи? Где мало? Что больше материи? На Солнце или в сумме всех планетах? Сумма материи всех планет гораздо меньше, чем... Солнце вращается вокруг каких-нибудь планет, или планеты вращаются? Ну так, где больше массы? У Солнца. У Солнца. А в чем это? В каком состоянии находится? Что там? Газ? Газ. А как называется это состояние, в котором материя находится на Солнце? У Солнца. У? У Солнца. Вот если нагревать, если нагревать молекулы, что будет? Молекулы нагревать? Сейчас так вспоминаю. Кроме молекул, все более мелкие единицы, знаете ли? Атомы. Атомы. А если уже в атомы не соединены, молекулы атомы и другие частицы, это плазма. Вот. Очень. Плазменная резка, вот говорят, есть. Вот такое, при очень высокой температуре, вот ведут, скажем, на Балтийском заводе. Вы что думаете, там пилят, что ли, части кораблей там? Представляете, особенно для ледопола, метровой толщины там, или двухметровой. Бывают такие элементы. Плазма, ну, с помощью плазмы. Плазма, это уже вещество не в молекулярном виде, в атомарном или доатомарном. Все зависит от температуры. Электроны могут уже, так сказать, не вращаться в руках атомов, они, раз электроны, соскакивают с орбиты. Поток, может быть, электронов. Ну, что мы наблюдаем на каких-нибудь там коллайдерах, там, хинкрофазотронах и так далее. Пучки отправляют мелких частиц, а Солнце не идут, частицы идут. И вот, несмотря на то, что на Солнце такой кошмар, с нашей точки зрения происходит, в котором никакая жизнь невозможна, без Солнца, без лучей Солнца, которые обеспечивают нам что? Синтез белков, которые осуществляют растения, да? А мы с вами потребляем растения, а также те животные, которые тоже потребляют растения, так или иначе. Без этого никакая жизнь была бы невозможна. То есть без той вот высокой температуры и при этом удаленности, без этих условий не было бы жизни. Поэтому мы не должны так смотреть на то же самое Солнце, что это вот просто очень низкий уровень организации материи, но без этой вот, без этой материи, и другая материя вот такая, сложная как человека, она тоже бы не существовала. Вот Солнце потухнет, как вы думаете? Какова наша судьба? А нам все равно мы с вами не доживем. Но вы понимаете, что если Солнце потухнет, то если человечество к этому времени не научится переселяться к другим звездам, то и вот судьба будет очень печальна. Но пока нет никаких оснований говорить, что оно потухает. Нет. Но вот само такое явление может быть, правильно? И вот есть, значит, небесная механика, есть просто механика, есть просто тела движутся. Действует закон всемирного тяготения, правильно? Который заставляет их, вот они вращаются, и вот они вращаются друг к другу, и могут вращаться бесконечно. Почему? Ну, когда-то нам в школе по физике объясняли, что вращение одного тела вокруг другого в безвоздушном пространстве, оно равносильно падению. Только если вот оно падает сюда, но если оно при этом скорость имеет такую вот, покасательную, большую, что оно за то время, когда падает, оно как раз проходит такой путь, что все время получается, что оно падает, 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 а никак не упадет. И так оно по кругу идет. Это же постоянное падение. Поэтому и невесомость. Если вы хотите ощущать невесомость, прыгаете с тринадцатого этажа, и двенадцать этажей будете ощущать невесомость, и последний этаж немножко так вам попортит настроение, а возможно и жизнь. Как тренируются космонавты? Вот они в машинах, в самолетах, самолет делает вот такую вот ворку и начинает падать какое-то время. И они в этом самолете падают, самолет падает, а не падают. И они ощущают несколько, какое-то время, там полминуты, или минуты, или две. Пока самолет не выйдет из пикета, они ощущают невесомость. Вот это все механика. А кроме механики существуют физические процессы, которые связаны и с электричеством, и со светом и так далее. Свет это что такое? Это какие? Вот это радиоволны, да? Частица волна. Электромагнитные волны. Электромагнитные волны. Дальше есть химические процессы. Химические процессы чем отличаются? Что они как бы не связаны с отдельными элементами материи, а с соединением разных элементов материи. Правильно? Вот натрий. Это тоже сейчас уровень организации? Да, уровень организации материи. Вот мы идем, сначала говорим, это вот механический уровень, когда мы берем просто движение или частичное тело. Физический уровень, когда отсюда добавляется и движение электромагнитных волн, электричество само, нагревание, термодинамика и так далее. Физический процесс. Химический процесс. Что характеризуют химические процессы? Что берется не отдельные элементы материи, а разнородные элементы соединяются в одно и приобретают совершенно самостоятельные свойства. В науке логики Гегеля так и объясняется, что такое химизм. Химизм состоит в том, что разнородные элементы. Хочу вам привести простой пример. Вы, если каждый, кто передавливает еду, обед, он солит пищу. Состав формулы соли какая? А? Вообще у всех все разно. С добавками, без добавок. Нет, как? Формула, химическая формула. Соль обыкновенная, поваренная. Какая? А? Не знаете? Натрий-хлор. Так, про хлор что вы знаете? Хлор знаете, что такое? Яд. Яд. Крашеный причем. То есть это смертельный яд. То есть хлором можно отравить элементарно. Ну вот, а есть элементы такие, как хлорка, например, и так далее, химические, которые немножко его выделяют, и он тоже, это всякая хлорка, ей там посыпают в туалете, там, в грибные ямы и так далее, для того, чтобы обезопасить, как говорится, убить бактерии. Но если это будет направление на бактерии, на нас, то теперь натрий вы, конечно, представляете металлический, как выглядит. В школе вам показывали? Нет, не показывали. А что вы обездоленные совершенно? Надо же. Я, например, оттуда забирал домой. Там в школе оценки ставились. Домой уносил. Натрий — это металл, мягкий, как масло. Его хранят в керосине. Потому что иначе он может самопроизвольно воспламениться на воздухе. Его достаешь, можно его резать. Если его положить в воду, он превращается в такой огненный шар и начинает бегать по кругу, который может взорваться. Бегает, бегает. Он как рванет. И при… если вы его зальете водой, то в результате реакции получите вы щелочь. Натрий ваш. Но щелочь, понимаете, что такое? Тоже щелочь вредная для человека. А сам он красивый серебристый такой металл, мягкий. Разрезается очень легко ножичком. Так, раз-раз-раз. Ну то есть и ножичку, но можно и рукой его размять и так далее. И вот натрий с хлором соединяется. И потом вы это спокойно посыпаете. И все. Так, а может вы не знаете и спирта формулы? Нет, натрий. Не надо. Натрия там нету. Не надо. Что-то такое. Что-то такое. Ваша вода здесь. Ну я вам расскажу, чтобы вы запомнили. Для как-то для вспоминания нужно какой-то рассказ. Значит, руководители привезли на работу вечером уже в здоровую бутыль спирта, на котором было так прямо написано его состав. С2H5H. Точно. С2H5H. Нет, ну вот это нам рассказывают. Я вот так не вспомнила. Написано. Ну они привезли и думают, вот мы сейчас оставим, а придет ночная смена, они увидят это, С2H5H и выпьют все. И никакими силами не спасешь. Они думали, думали и придумали. Они взяли С2H5 это стерли и оставили только ОАЖ. Думают придут, прочитают ОАЖ. Поймут, что это вредно и опасно и не тронут. И спокойно уехали домой. Утром приезжают, вся эта не начиная смена лежит. Спирта нет. Ну одного, значит, спрашивают, а как это вы выпили? Вы видели, что там было написано? Да. Видели. А что вы видели? Ну, в отходе написано, он. Попробовали, точно он. Тогда мы его и выпили. ОАЖ, он. То есть химизм состоит в приобретении новых свойств при соединении разных элементов материи. И мы с вами знаем, что есть химия неорганическая, а есть очень сложное соединение органической химии. Вы формулу случайно не знаете, Маргарина? Да мы не помним, кто от Google. Я даже никогда не знала. Нет, такой журналист. Вы же с народом имеете дело. Народу надо что-то объяснять. Есть Google, если необходимо. Google это вот идешь, Google, а надо объяснять сейчас, а не тогда, когда ты посмотришь Google. А с вами сейчас встретиться, вот вам сейчас надо сказать. Вот я вам сейчас должен сказать, а вы скажите, я сейчас пойду посмотрю Google. Журналисты обычно готовятся к встречам. А? Журналисты обычно готовятся к встречам. Так вот я вас и готовлю к встречам. Я входит в вашу подготовку. Философия вам нужна для того, чтобы на случай всяких внезапных встреч было что сказать. Если вспомнить философию, то я знаю, что она существует. Нет, неправильно. Вы неправильно выучили. Надо сказать, я знаю, что она есть. А вы это не запомнили. Существует эта очень сложная категория. Это категория второй книги науки логики. А есть простая категория. А знаю, что она есть. И гордо надо говорить. А не так, как вы. Я знаю, что она есть. О. А вы существует. Ошибочка. Так вот. Так вот. Так вот. На чем мы остановились? По-моему, маргарина. Мы не знаем. Это очень важно. Потому что, если вы помните, после 90-х годов, наше масло уплыло все за границу сливочное. И в продаже его не стало. А кругом тьма всякого, так называемого, мягкого масла. Это никакое не масло. А это маргарин. А маргарин был в свое время изобретен в Германии. Изобретен в период капитализма. Потому как дорогое масло решили заменить очень дешевым маргарином. А маргарин – это мечта всех продавцов. Что делают продавцы? Вот если вы торгуете сметаной, чтобы больше получилось сметаны, что нужно сделать? Молочка оттуда налить. Правильно? Ну, если у меня пол ведра сметаны, а я туда добавлю треть еще молочка. Ну, будет более жидкая сметана. И продать по той цене, по которой было деньги, положить себе в карман. Это один вариант. Если у вас сахар. Ну, как вы, если его разведете, уже вы не продадите сахар. Что нужно сделать? Рядом с мешком с сахаром надо поставить ведро воды. И у вас этот сахар будет тяжелее. Он впитает. Вот. Два. Ну, вот. Молоко с ним проще. С молоком надо воду налить. Капюченую. Это не вредно будет. Вам сейчас вообще вот кефир предлагают однопроцентный. Почему? Да потому что они забрали оттуда этот жир молочный и делают из него. Там сливки продают, там творог и так далее. А вы, вам говорят, это вам для похудения. А раньше это называлось однопроцентный, как вы считаете, как? Однопроцентное молоко. Не помните, какое название было у него? Называлось оно обратно. Это значит, везли на молокозавод из колхоза молоко. Жирность молока, как вы себе представляете? Сколько вот коровы дают? Пять, может быть, шесть, может быть, семь, может быть, три. Но меньше трех не дают. И вот это молоко везут туда. Ну, у коров бывает молоко, когда у них телят. То есть, когда они оттелятся, правильно? Поэтому, как бы, это корм для телят. И часть этого корма уходит нам. И вот с молокозавода, когда там первое, что тут делают, с тем, когда туда попадает молоко, там сепарируют. Сепарируют, а сепарают, отделяясь. Отсюда сепаратизм. Белых от черных. Сепарируют, и после этого обратно едет однопроцентное молоко. Это называлось обратно. Едет обратно. И им поят телят. Теперь этим обратно поят не телят, а молодых девушек. Говорят, это вам для стройности. Вот вам. Пейте этот обратно. А хорошее молочко, это мы сами выпьем. А цельное молоко у нас тоже продают. Оно, это 3,2 десятых. Когда от 3 и выше процентов, 3,2 и более. А я видела молоко недавно. А? Я видела молоко с пониженным содержанием лактозы. Как они так сделали? Что по мелоку? Пониженное содержание лактозы молока. Не знаю. Как они так сделали? Не знаю. Сейчас над этим наука вообще работает. Как бы там полезных веществ было поменьше, а цена осталась бы тоже. А там еще дороже даже. Или даже подороже. Ну вот. Короче говоря, вот мы с вами знаем, что существуют разные формы материи. И наконец, что является высшей формой развития материи? Человек. Человек это какая форма развития материи? Улыжающая. 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 А как она называется? Общественная форма материи. Вот. Потому что если вы скажете, что вы животное, это будет правильно. Но вы тем самым приравняете и к другим животным. Есть волки, есть собаки, есть коровы. Вот. А есть общественные животные. Так вот, человеком называются животные общественные, трудящиеся, говорящие и разумные. Это тоже уровень организации? А? Это тоже уровень организации. Уровень организации, потому что они состоят вообще даже не из атомов, а вот это вот плазма. Самый низкий уровень. Потом идут атомный уровень, потом идет молекулярный уровень, да? Химия уже имеет дело с молекулярным уровнем. Потом уже идут биологические организмы всякого рода. Правильно? Это уже органическая химия и соответственно белки. Белки у нас, люди могут вырабатывать белки? Да. Нет. Они могут синтезировать белки из низших белков. А белки изначально могут вырабатывать только растения. Растения вырабатывают белки в флорофиловых зернах, в листьях, с помощью света солнечного, воды и минеральных веществ, которые они через корни тянут. В этом смысле животные не могут вырабатывать белки. Животные могут съесть только траву, как корова ест. И из всех, а есть еще и такие растения, которые тоже не могут вырабатывать белки, это грибы. Грибы, это бесхлорофиловые растения, которые, вот почему они есть там, где остатки березы, остатки там подосиновики, подберезовики, они перерабатывают и создают белок аналогичный мясному. То есть они похожи на нас, на людей. Люди тоже ведь не создают белки. Они берут белки животные и перерабатывают. Более высокий уровень белка. То есть тут тоже идет возрастание. То есть есть животные белки, есть растительный белок, животный белок более высокий, чем растительный белок. И есть белок, который вот, да, доразвился до человека. Вот такие организмы, которые… Человек – это животные, обладающие сознанием. Высшая общественная форма материи. Материя, которая в лице человека отражает не только окружающий мир, но и самое себя и себя. Самосознание это называется. Вы себя-то осознаете ведь тоже, правда? Да. И не только окружающий мир, но и сами на себя посмотрели в зеркало. Хорошо. И можете идти на работу. Вот. Вот это уровень организации материи. Иногда в литературе вы можете встретить такое странное название, что, дескать, у нас биосоциальная сущность человека. Это вроде бы как… И правильно, вроде бы как. Но и странно. Потому что, если она социальная, то включает в себя биологическую. А если биологическая, то включает в себя химическую. И химическую включает в себя физическую. А физическую включает в механическую. Если я буду уже скелетом, то вот руки всё равно болтаться будут. Косточки-то. Видели скелеты? Живойный. Не видели скелет? А что, у вас в школе не было скелетов? Что-то у вас все обездоленные теперь ученики. Натрия – нет, скелетов нет. Открыл шкаф, а потом скелет стоит. Вроде бы и сейчас можно продать себя на скелет. Но это, по-моему, долгое какое-то оформление. Но деньги можно получить, в принципе. Ну вот. Таким образом, человек, если вы сказали, высшая общественная форма движения, этим все сказано. Она включает в себя все остальные формы. Энцефалограмму можно сделать, то есть токи измерить, какие есть человек. Когда химическая реакция проходит, когда человек позавтракал, у него идет химическая реакция усвоения этой пищи. И так далее. Во всех клетках идут химические процессы. Усваиваются полезные вещества, которые вам и к этим клеткам приносят кровь. И продукты разложения, распада клеток, она, эта кровь, к соответствующим органам выносит. К органам, которые освобождают организм от шлапов. Или, скажем, грудная клетка снабжает кислородом, легкие снабжают кислородом кровь, а углекислый газ мы выдыхаем. И из крови уходит в легкий углекислый газ, который мы выдохаем все время. Находится все это в постоянном движении. А в покое что-нибудь находится? из материи. Что-то материальное находится в покое? Ну, должно. Не должно. Нет, потому что земля все не крутится. Да, мы сейчас с вами как накрутили, мы же вращаемся вокруг Земли вместе с Землей, потом мы с вами летим вокруг Солнца. Сейчас хорошее время и весна, да? Мы приближаемся. Ну и мы дышим, мы моргаем. Когда вы моргаете, можете не моргать? Теоретически можете. Но если вы практически будете не моргать, то через некоторое время у вас слезы польются из глаз. Поэтому если человеку, если ему нужно изобразить, что он плачет, он просто должен перестать моргать, и вот слезы у него польются, вы скажете, что у нас от меня так обидели. Это можно изобразить. Почему? Потому что наш организм, не надеется только наш мозг, он и сам может проводить некоторые, принимать решения в смысле того, что если вдруг хозяин этого тела не хочет моргать, ну ничего, значит, слезы польются и без этого. Ну а все попытки покончить жизнь самоубийством, если не дышать, вот если не дышать вы будете там, то вроде как вы должны умереть. Но это ни у кого не получилось. Не увенчались? Не увенчались, нет. Потому что вот рефлекторно вдохнете и будете жить. Поэтому надо избирать другой способ. Поэтому этот способ не работает. То есть есть то, что проходит через наше сознание, а есть то, что не проходит через наше сознание. С одной стороны мы животные, но мы социальные животные. А сущность у нас какая? У нас сущность животная или социальная? Социальная, общественная. Социальная. Социальная сущность человека. То есть вы принадлежите, берегите себя, вы принадлежите к человечеству. Потому что каждый отдельный человек ограничен и смертен, а человечество безграничено, бесконечно и бессмертно. Никакого другого человечества, кроме как состоящего из нас отдельных, конкретных людей, ведь нет. Правда? И в то же время, вот накапливается культура человеческая. Это культура всех-всех людей, которые жили до нас с вами. А потом наш вклад в дальнейшую культуру будет вечно находиться в культуре последующих поколений человечества. Правильно? То есть мы живем не с теми, кто в это время живет, а мы живем на той основе, которая представляет собой уже историю человечества. Вот историю, да, мы обсуждали, пытались найти определение истории. Да, это современность, которая является результатом предшествующего развития человечества. Так не только сама история, и вы являетесь результатом предшествующего развития человечества. Да, все эти генетические. И вы в себя это все включаете, вот ли, вы лично персонально. Ответственность, вы предупреждены об ответственности, что перед историей за все отвечаете теперь. То есть за вами это сколько людей стоит, там ужас. Ужас. Ну, далеко доходить. Не надо до этих вот, до динозавров не обязательно доходить. А то вы скажете, что вот, что, вот я уж на вас смотрю, а вижу динозавра, так, нет, я так не делаю. А ведите цыгану? А? Смотрите на меня, ведите цыгану. Ну, вот, в том числе, да. Да. Да, да, да. Да, да, да. Ну вот. Это уровень организации материи. И вот мы уже дошли с вами до того, что вся материя находится в постоянном движении, что покой – это такой момент, ну, как бы, относительный. Никакого абсолютного покоя нет. Это покой по отношению к чему-то. И то. Начинаем разбираться и тоже не находим. Потому что, ну, человек моргает, живет, дышит. И каждые частицы… И во всех клетках происходит обмен веществ. Нету ничего такого, чтобы находилось в покое. Нету. И эти стены вместе с нами едут вокруг. Ну, и вокруг оси земной, и вместе… И вокруг солнца. Они путешествуют вместе с нами. Мы глядим дорогу. И эту высшую школу журналистики, социальных коммуникаций. Все это здание. Мы в нем путешествуем совсем даже неплохо. Это не то, что карусель такая, что сел там на эту лошадку и все. А мы тут вот сидим в хороших условиях. И одновременно и катаемся. И голова не болит. Но мы не забываем, что мы находимся в непостоянном движении. В связи с этим встает острая необходимость рассмотреть, какие… Вот вопрос о том, какие бывают движения. А движения бывают разные. И вот философия выработала разные виды движения. Всякое вообще движение связано с каким-нибудь противоречием. Если кто этого не понимает, тому можно объяснить на простом примере. Вот, например, в чем противоречие механического движения? Как вы думаете? Вот я еду или иду. Да если я иду, я прохожу эту точку какую-то? Точку вот эту. Прохожу, если я иду или нет? Прохожу. А что это значит? Если я прохожу какую-то точку, я в ней нахожусь или нет? Ну, как в этом моменте, да. Да. А если я только скажу, что да, так я в ней и так и буду стоять. Когда я ее не прохожу, в ней я внезапно остановился и застрял. Если я скажу, что я ее не прохожу, тогда я в ней не останавливаюсь. Значит, как решить эту проблему, как изобразить движение, что и да, и нет. Я и нахожусь в этой точке, и не нахожусь одновременно. Вот это противоречие механического движения. Я в этом плане интересно с водителями говорил однажды, с таксистами. Он говорит, а что вы, куда вы едете? Я говорю, институт философии. А чем вы занимаетесь? Я говорю, объясняем, потому что другим непонятно. Вот вы, говорю, сейчас водитель, да? Вы первый год едете? Нет, не первый. Ну, вот объясните мне, вот мы сейчас вот проезжаем. Вы в этой точке находитесь или нет? Он говорит, нахожусь. Ну, так если вы только находитесь, то вы можете так тормознуть, чтобы вы остановились? Нет, говорит, не могу. Так значит, вы в ней не находитесь? А если вы в ней не находитесь, так что, вы ее не проезжали? Нет, говорит, проезжал. Ну, если проезжали, значит, находитесь. Ну так что делаете? И находитесь, и не находитесь. Как изобразить? Больше никак иначе нельзя изобразить. Хотя об этом не задумываются люди. Но если задуматься, то мы должны будем изобразить противоречия. Вот всякое движение, оно заключает все противоречия. И наиболее такие крупные виды движения зафиксированы в философии, как совершенно различные формы, особые формы движения. Самая простая форма из них это становление. Становление. Движение как становление. Ну вот, чтобы объяснить, что такое становление, надо начать с чего? С простого или сложного? С простого. Вот приятного. Дело с людьми понимаешь. С простого. А с простого и легко и понять. Так? А что у нас самое простое? Бытие. Вот. Бытие. Почему бытие? Откуда ее это? Бытие. Бытие. Вот бытие самое простое. Вот раз оно самое простое, что вы про него можете сказать? Что оно есть. Так. И все. И все? Вот. Хорошо. Раз оно есть, то можно его изучать. Изучайте. Проще ничего нету. Вы не можете сказать, что я вам дал для рассмотрения что-то сложное, да? Это самое простое. Вы самое простое изучайте. И дальше вот это. Вот оно есть, значит, его можно изучать. Изучайте. Давите плоды вашего изучения, результаты. Какое небытие? Мы такого не знаем. Что вы так нас забиваете такими категориями? Мы не знаем такой категории. Мы знаем только что? Бытие мы знаем. Вот. И что? Дальше что делается? Переменит, например, древнегреческий филоскал, есть только бытие, небытие вовсе нет. И все. И поставил на этом точку. И никакого движения нет. А? Мы объясняли, что есть небытие. Нет, небытие нет. Мы не знаем, что такое небытие. Небытие переходит в бытие. У нас не может небытие переходить в бытие, потому что у нас есть бытие. Вы от чего? От него убежали? Вы не должны. От него. Если что-то и переходит, и в бытие во что-то может переходить. Правильно? То, с чего вы начали, то и переходит. А не так, что вы начали с бытия, потом бросили его, и начинаете рассуждать о том, что переходит что-то другое. Нет. Вот бытие и надо рассматривать. Бытие. Ну, давайте рассмотрим бытие. Все переходит в чистое ничто. Ну, как оно переходит? Ну, как оно переходит? Стое восстановление. Ну, как оно переходит? Вы же должны на него посмотреть, правда, бытие. Что вы можете сказать о бытии? Во-первых, если это начальное, это самое первое бытие, это какое бытие? Самое первое бытие. Есть разные бытия, сложные. Вы же тоже бытие. Я бытие, вы бытие, да? Но мы говорим о каком бытие? О том, которое является вначале. А вначале какое оно? Самое первое бытие. О котором мы успели сказать только то, что оно есть. Вы же очень бодро говорите, очень правильно. Мы знаем о нем, что оно есть. Вот это бытие, о котором мы знаем только то, что оно есть, как называется? Это бытие, о котором мы знаем только то, что оно есть, называется чистое бытие. Чистое бытие. Вот мы знаем, что такое чистое бытие, и начинаем его изучать, разглядывать. Разглядываем, разглядываем чистое бытие. Если вы будете разглядывать чистое бытие, к какому выводу больше придете? Во-первых, оно есть, да? Это первое, что вы скажете. И еще что вы скажете? Вот это вот сложность. Люди, не привыкшие к логическому рассуждению, они... А? Если оно есть, то его надо исследовать. Не понял? Если оно есть, то его надо исследовать. Да надо исследовать. Вот мы исследуем его. И вот исследования показывают, и больше нечего сказать о нем как о таковом. Написано, что строение – это категория перехода. Это потом. Чтобы получился, чтобы была категория перехода, надо, чтобы был переход. А этот переход надо... Чистое бытие переходит в чистое? Оно не само переходит, оно в нашем сознании переходит. Вот мы начинаем разглядывать чистое бытие. Если оно чистое, о нем, кроме того, что оно есть, больше нечего сказать. Правильно? Ну? А раз нечего, слышите? Слово слышите? Нечего. Слышите? Слово «нечего». А раз о нем нечего сказать, как о таковом, кроме того, что оно есть. Раз слово «нечего» услышали, значит, мы уже пришли в категорию «ничто». Пришли где? Когда мы пришли? Когда исследовали чистое бытие. А раз есть мы пришли к ничто, теперь будем изучать и разглядывать что? Ничто. К чему пришли, то и разглядывать. Процесс это и есть становление. Не торопитесь, не торопитесь, не торопитесь, вы торопитесь. Мы пришли к ничто. Вот я вас спрашиваю, скажите, пожалуйста, что вы можете сказать про ничто? Ничего. Неправильно, я вас учил. Я вам объясню. Вот, учитесь, вот, учитесь, вот, продвинутый. Что оно есть. И оно чистое. Нет, это понятно, вот оно есть. Нет, мне надо две мысли меня не удержать. Это вы такая продвинутая, я одну только мысль могу подержать. Оно есть, ничто есть. Когда вот она сказала, что ничто есть, значит, ничто перешло в бытие. Вот теперь смотрите, что, вот, фиксируем, чистое бытие перешло в ничто. Какое? Да такое же чистое, еще ничего, нет, никакое другое. А чистое ничто? Ничто? Перешло в бытие. Вот теперь уже есть два противоположных перехода. Переход. И уже они нечистые, потому что здесь одно, и другое, и другое переход. Алло. Здравствуйте, у меня лекция. Я сейчас говорить не могу. Говорить не могу. Лекция. В 9 часов, все в 7-7 у нас. Что? В 7-7 в 9 часов. Что в 9 часов? Нет, это было на вчера, а сегодня уже не в силе. Нет, мы их с вами... Нет, не нужно, да, хотя бы. Так. И вот, что получилось? Чистое бытие переходит в чистое ничто, чистое ничто в чистое бытие. Поскольку они друг друга переходят, они уже нечистые, потому что это уже нечистое бытие, а бытие, которое получилось из ничто. А ничто уже получалось, получается тоже нечистое, оно получилось из бытие. И мы тогда имеем не ничто и не бытие, а движение перехода бытия в ничто, а ничто в бытие. Или по-другому можно сказать, это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Вот так можно сказать. И вот это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие называется становлением. Как мы делаем? Сначала получаем, потом называем. Ну, то есть прихождение и прихождение. Да. И вот у нас и два момента его, какие? Прихождение и... Происхождение. Как? Происхождение. Нет, такого нет. Возникновение и прихождение. Переход ничто в бытие называется возникновением. Бытия в ничто? Нет, переход ничто в бытие называется возникновением. Возникновением. А переход бытия в ничто называется прихождением. Не происхождением, а прихождением. Все приходящее. Что значит все приходящее? Было и не стало. Приходящие. Вот вы сейчас студенты, факультеты журналистов, ну это приходящие, получите вы свой диплом и пойдете работать. И не будете студентами. Все приходящие. Сейчас вы еще не сдали экзамены, но в этом состоянии, что вы не сдали экзамены, вы долго не будете находиться, наступит время экзамена, вы его сдадите, и это состояние, что вы еще не сдали, приходящие. Правильно? И так далее. Придумать новый экзамен по другим предметам и так далее. Одно приходит, другое возникает. И вот в это единственное возникновение и прихождение, это что такое? Это два момента. Надо запомнить это очень важное определение. Моменты это не куски и не части, не элементы. Моменты это противоположные движения в одном едином движении. Моменты это противоположные движения в одном едином движении. Вот человек бывает, выбирает сделать, решает какой-то вопрос, вот вы решаете, у вас в душе борются противоположные моменты. С одной стороны, надо бы это сделать, а с другой стороны, вот этому лучше бы не делать, потому что это вот может привести к тому-то, к другому результату. И вот особенно долго мучаются, какие люди? Вот те люди, которые долго мучаются, прежде чем принять решение, называются какими людьми? Моличневыми. Можно так сказать, а можно сказать нерешительными. Ну что, нерешительные люди разве не принимают решение? Они принимают. Но решительные люди поступают так. Вот он, когда принимает решение, он думает, на 51% вот это надо сделать, а на 49% вот это. И он принимает решение. Как только он решение принял, он сразу ведет себя так, что это вот за то решение, которое он принял 90%, а 10% что не надо было такое принимать. То есть он не возвращается назад и уверенно начинает действовать уже твердо, двигаясь вперед. А нерешительный человек, он тоже решает. Он решил, но он думал, так, не так. И вот он решил уже, и все. Зачем я это решил? Надо было сделать не так. И он начинает себя корить, и он мучается, ему тяжело. Хотя он тоже решает. В его душе борются противоположные моменты. И вот изобразить движение можно только с помощью этой категории. Моменты, как противоположные движения в одном движении. Они неразрывные, они неотрывные. Одно другое предполагает. А если мы будем так рассуждать, как вот есть такая теория систем, или даже общая теория систем, которая смотрит на вас и говорит, это все есть система. Элементы, структура, внешняя среда, внутренняя среда. И вроде правильно. А что неправильно в таком рассмотрении? А неправильно то, что это мертвичина. Здесь нет движения и нету жизни никакой. Потому что элементы, структура, это вот, скажем, в анатомическом театре, когда наши коллеги, студенты медицинского института или медицинского университета, в анатомическом театре режут трупы. Они разбирают, где там печенка, где селезенка, чтобы когда они будут делать операцию, на самом деле, они не искали, а тогда уже сразу находили. А не то, что первый раз они на мне будут тренироваться, я пойду. И вот этот человек, который ни разу трупы не резал, значит, вот разрежет меня, слушает, говорит, а где у него это вот, стиль йога? Так вот, то есть это деятельность полезная, но она сродни общению с трупами. Потому что вот Энгель говорил, что счастье лишь у трупов. Когда вы берете что-нибудь живое, нету этих частей. Вы даже не можете сказать, где кончается ваша рука. Вы можете сказать, где кончается? Вот у вас начинается она вот там, где пальцы. А где кончается? Здесь? А что, у вас мертвая рука? Мертвая рука? Нет. Ну а как же? Это с инергиумом. Ну а она же, а кровью, она с кровью рука? Она с сердцем. А кровь откуда? И сердце. Ну, а дальше уже начинается? Как дальше? Так у вас кровь соснабжается, и сердце, у вас живая рука, она не может быть живой без сердца. Поэтому вы не можете отделить ее от сердца, она соединена с сердцем, как живая рука. А если вы вот этими пальчиками так делаете, это откуда сигнал? Отсюда? Отсюда из мозга. Ну, так из мозга. То есть нельзя, если это живой человек, нельзя вот так выделить руку, как просто кусок. А как момент можно, да, да, вот это момент. То есть она неотрывна, неразрывна, она неотделима от сердца. А кожа? Вот мы знаем, что кожа не главная, правильно? Но все знают, что если вот произошел пожар, и 60% кожи потеряно, это считаете, что человек, так сказать, угроза жизни. Иногда спасать, иногда уже спасти не могут. А это вроде бы... А потому что Гегель показывает, что внешнее, это внутреннее. Ну, что у вас внешнее не было бы внутреннее? Ну, даже если вы кожу рассматриваете, так вы ее рассматриваете снаружи, а изнутри на нее посмотрите. То есть она же, она представляется в элемент организма. И никак вы ее не представляете, представляете, кожу убрать. Поэтому организм и восстанавливает кожу. Я вот лежал в ожоговой больнице, поскольку у меня в кармане натрий сгорел. У меня был третья степень. Я там насмотрелся, когда вот люди, у которых после пожара они вот горели, и вот у них руки были сожжены, им делали перчатки новые, собственно, операции. Пришивали сюда вот пальцы, сюда кожу на пальцы, иначе они еще не будут есть. Откуда брали? А брали вот такие вот куски кожи с живота, здесь квадрат, здесь квадрат, и с бедер, здесь прямоугольник, и здесь прямоугольник. И из этого делают соответствующие перчаточки. И вот сидит человек, не лежит, а сидит, марлечкой так вот, завязано, закрыто. И самое страшное, меня просили, говорит, муху прогоните муху, а муха, знаете, тут мясо же прямо, вот говорит, квадрат мясной, ужас. Это еще не так страшно. А ожоговые вообще больницы приезжали, там чем-то желтым, так сказать, она закрыта так вот они, ожоговые. Их нельзя же ничем забинтовывать, нельзя. Страшное дело. Страшные такую больницу я больше не увидал. Это все очень связано. И вот такая категория, как становление, переход бытия в нечто, в противоположность и противоположное. Или вот, например, вы знаете, что такое реанимация? Это что такое? Русский язык переведите, пожалуйста, реанимацию на русский язык. Она иностранный русский, нельзя ее на русский русский перевести. Реанимация. Это что? А, это когда, наверное, реанимируют. Что значит реанимируют? Оживляют. Оживляют, совершенно верно. А значит, если оживляют, значит, он умер? Ну, у меня уже тогда, да, клиническая смерть. Ну, значит, клиническая смерть. Значит, вот его от смерти, он умер. Но еще он в этот момент смерти. Пока клиническая смерть, это момент жизни. Значит, можно его к жизни вернуть, оживить. И у нас имеется реанимационное отделение в каждой больнице. И реанимационные машины, которых вызывают, когда вот нужно срочно, чтобы приехал, что человек в состоянии клинической смерти, приедут, оживят, и все. А реанимация же лежат в больнице, у нас сложная операция. Все что? Не обязательно. Не только после операции. По разным причинам операция. А бывает человек просто, вот какой-то шок. Машина, машина ударила. Шоки человек находится. Он в состоянии, когда он может умереть, может не умереть. Вот я, вот вам живой пример, я утонул, когда мне было 5 лет. Причем я очень хорошо помню, как я утонул, потому что вот мои родители поплыли в пруду, в пруду, около кирпичного завода, завода Красная Звезда, вверх по Неве, там, за Овцина. Глубокие блоки, там по 10 метров такая глубина пруда. А я стоял ногой, болтал, и вдруг смотрю так, хорошо, хорошо, и я вижу, как пузырики идут, и кусты, и так далее. Это вот, это я хорошо запомнил, благостное такое ощущение. Наверное, видимо, я вдохнул воду, и сразу, видимо, мозг перешел в спящее состояние. А дальше я хорошо помню, как из меня воду на колено, животом кладут, и из меня, значит, много литров воды выливает. Больше я ничего не помню. То есть, когда тонешь, уже в конце ощущение паники. Что-что? Ощущение паники, ужаса нет. Абсолютно. Это у меня просто страх. Я, поэтому мне, мне казалось, я раньше думал, как? А я думал, как что-то люди боятся утонуть. Это такое благостное ощущение. Оказывается, человек борется, когда, то есть, он в страшных мучениях умирает. А я, видимо, сразу, вот сознание отключилось, мгновенно. То есть, доснул, и сразу, 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 сразу вода в легкие пришла, и сейчас. Поэтому, когда мне говорят, что такое реанима, вот я оживленный. Причем, быстро родители приплыли, ну, приплыли, пока они приплыли, я вот там, и лежал на дне. Достали, и все. Больше никого не было. Было мать, отец и я. Три человека. Все. А что делают реанимацию? Реанимацию оживляют людей. То есть, они вот в процессе, раз, клинические смерти оживили, потом опять клинические, опять оживили. То есть, они следят все время, если вот, скажем, сестры в обычных палатах не дежурят, а там дежурят. И там все время за вами наблюдается, вот, если такое случилось, сразу же оживить. То есть, оживить мы... А если человека там, сколько минут? Ну, наверное, уже 10 минут, если его не оживили уже, а потом не оживить. Вот. Поэтому вот это вот, это вот как раз, вот этот переход из жизни, из бытия в небытие, то есть, из бытия в ничто, из ничто в бытие, выражается этой категорией. Но эта категория всеобщая, а раз она всеобщая, она к чему относится? Ко всему. Ну вот, что вот здесь вот? Вот, это ваш телефон? Да. Ваш. Он находится в процессе прихождения? Он же сломается когда-нибудь? Вы же прекрасно понимаете, что нет таких телефонов, которые бы не прекратили свою работу. Или начали барахлить. Вот у меня, например, мой Android, он все время иногда некоторые, которые ему не нравятся, номера выкидывает. И я уже потом пытаюсь их найти, и уже все, им найти не могу. Если в старом телефоне, там, Nokia, я могу просто, просто записанному у меня, вот, риса, то и все, здесь. Или, допустим, мне вот не могут позвонить, оказывается, я открываю, он там, значит, важный, есть у него важный, есть не важный. Он то, что вот все у меня убирает, и только важный он примет. А кто важный считает телефоны? Телефон считает, что важный, не я. Поэтому я вот с ним веду борьбу, а он со мной ведет борьбу. Но когда-то он тоже сломается. Как он может сломать? Взять все, уничтожить мои все адреса, телефоны и прочее. Это же понятно, что будет потом. Потом люди, когда начинают, потом начинают все это вспоминать, прочее, прочее. А что у нас неприходящее? Ну, что у нас, что есть такое, чтобы неприходящее было? С одной стороны, вроде, тут вот есть исторические, здесь вот всякие здания, где были всякие крупные события. Самое известное, поближайшее крупное событие, которое было здесь, здесь вот на... Вот эта линия противоположная, как раньше называлась? Сейчас Кадетская. А называлась она Съездовская. А почему? На ней, на этой улице, в здании, которое сейчас принадлежит университету, окна выходят вот на эту линию, на Кадетскую, ближе к Неве, находится то помещение, в котором, как называется, первый Съезд Совета. И на этом съезде большинство было у меньшевиков и эсеров. И на нем, в рядах сидел Ленин, и на вопрос о том, когда Сверетелье сказал, меньшевик, что нет такой партии, которая бы взяла власть, а Ленин встал и сказал, есть такая партия, вот эта вот здесь проходила рядом. Ну, как вы понимаете, здания могут довольно долго находиться. Мы уже видим по... если мы возьмем, посмотрим на Менщиковский дворец, то мы видим, что уровень уже земли вот примерно настолько, стал выше, чем было, когда это здание построили. Ну, там все прокопали, и как бы уровень показали. То же самое кусочек около нашего главного здания университета, вы видите, да? Тоже, это же здание 12 коллегий, которые были в министерстве, которые были при Петре. Значит, там тоже нам показано, что вот какой был уровень. Видимо, идет пыль, и постепенно наслаивается, наслаивается, откуда вот эта пыль приходит, и эти здания начинают тонуть. И если так вот будет дальше, не будут так освобождать, то так они, как вот раскопки потом проводят, производят, и вдруг под наслоениями многих-многих лет, сотен лет, находят целые города, которые вообще не были видны, потому что они были в земле. А у нас еще видны. Потому что это мелочь для всей истории человечества, это ерунда. Подумаешь, с петровских времен. Вот это очень важная категория. Она еще важна, для чего? Вот когда мы с вами рассматриваем различные способы производства и, соответственно, различные общественные и экономические формации, то для того, чтобы изобразить переход от одного способа производства, от одной формации к другой, нам нужна эта категория становления. Почему? Потому что вот был первобытно общенный коммунизм. Был, было. Это бытие. Потом было рабовладение. Было, было. Потом было феодальное общество, феодализм. Было. Потом буржуатное общество. Потом коммунистическое общество. На том или ином этапе своего возникновения и развития. А чтобы изобразить переход одного вот, одной формации в другую, одного способа в другой, без понятия становления это сделать нельзя. Вот становление рабовладения. Как вы себе представляете, что сразу возникли мощные рабовладельческие государства? Не сразу. Правильно? Кто-то ушел с теми, кого он обратил в рабов. В кого он? В кого он может обратить в рабов? Или своих же собственных, членов своей общины? Но чаще всего представители другого племени, с которым они сражались. Вот если я вас победил, то вы под тем понятием, какие были в то время, значит, я могу вас обратить в рабов? В раба? Нет. В рабов? Когда можно его наставить на себя работать? Когда? А толк от этого будет. Если вы будете работать, вы можете выработать только то, что нужно для вашего прокормления, толку нет никакого от этого превращения в раба, поэтому рабовладение не может возникнуть на том этапе, когда мало очень производится продукта, когда низкая производительность труда, производительность силы труда. Поэтому для того, чтобы возникло рабовладение, чтобы люди перестали своих врагов убивать, а использовали их как работников, Как рабов. Для этого нужно уже, чтобы, скажем, вы меня поймали, вы меня победили, но поскольку я только себя могу прокормить, никакого смысла меня держать нет, и вы меня убиваете, поскольку я ваш враг. Но если я могу себя прокормить и вас прокормить, а будете сидеть и читать, и что-то писать, и рисовать, и танцевать, а я буду и себя кормить, и вас, и мне хорошо. Мне почему хорошо? Вы мне жизнь сохранили, а вам чего хорошо? И вам хорошо, а вам теперь работать не надо. И вы свободный человек. Вы в народ входите. Что такое рабовладельческие государства? Кто там народом считался? Демос. Это кто такие? Это или рабовладельцы, либо свободные граждане. У них там немножко свободных граждан был, у которых рабов не было, но они не рабы. А рабы – это не народ. Это вообще не люди. Это кто такие? Это говорящие орудия. Это люди, которых, конечно, надо было уничтожить как противников, но им даровали жизнь за то, что они обеспечивают ваше существование. Ну и как вот этот переход? Он же не сразу был, не мгновенный. То есть, с одной стороны, разлагались первобытные общения, с другой стороны, постепенно складывались государства. То есть, надо было это все, чтобы они организовали совместную защиту. Рабовладельцы от рабов. Рабов много, рабовладельцев мало. Рабы поднимут восстание, поубивают этих самых рабовладельцев. Значит, нужно сильное государство. Нужно вооружать. Кого? Ну, кого-кого? Не рабов. Надо рабовладельцев вооружать. Все рабовладельцы должны быть вооружены, подготовлены соответствующим образом. А рабы? Вот их надо, беглых рабов, ловить. Тех, кто поднимает восстание, убивать. Что сделали со Спартаком, который поднял восстание? Убили. А память осталась в Спартаке. Вот у нас есть команда Спартак. За каком Спартаке речи? О том? О самом? Восстание от Спартака. Большое было восстание прямо. Мощное такое восстание. Значит, это вот переход. Значит, был переход от первобытного общинного коммунизма к... Это переход описывается в какой категории? Становление. Становление рабовладения. Есть книжки на эту тему? Практически нет. Я не знаю, где их найти. Почему? Потому что люди вот так бытие изучают, а вот этот переход очень важный. Как оно получилось-то, рабовладение? Не изучается. Второе. Вот было рабовладение. А потом говорят, пришли варвары и начали уничтожить эти государства. И не стало этих государств владельцев. И стало у нас что? Феодализм. А как вдруг стал феодализм? Ну, как вот это происходило? Ну, как получилось, что такие мощные государства, скажем, государство Александра Вакедонского, вдруг такое мощное, когда он, так сказать, разбивал всех и вся, вдруг какие-то варвары пришли, и эти варвары взяли и разбили это. А почему? А потому что появились такие уже условия экономические, что средства производства, рабам такие давать было нельзя. Потому что для рабов все средства производства, которые вам даешь, если вы рабы, это средства вашего закабаления. Правильно? Я вам дам что-нибудь хорошее, серьезное, которое быстро позволяет работать, а вы его загубите. Потому что вы на него смотрите как, если вы рабыня. Чтобы его не было. Потому что это средство, чтобы вы вечно были рабы. И поэтому переход вот у этих самых, после того, как напали варвары на эти самые же государства, переход был к тому, что рабов уже перестали убивать. И чтобы они были заинтересованы в самом производстве. То есть, что получается, что вы там три дня работаете на барыщине, а четыре дня вы себе там работаете. Как там вы справляетесь? Что вы сажаете? Какая у вас семья? Есть ли у вас дети? Сколько детей? Как вы их кормите? Никого это не волнует. Вот три дня, три дня, если вы не придете на барыщину, тогда наконец-то и вас будут бить. Разрешается сечь литьми крепостных? Разрешается. Все святое дело. Воспитание. Поэтому вот. Но это уже совсем другой уровень. То есть, у вас феодальные крестьяне, они известную часть времени, они проводят у себя на участке со своей семьей. А вот в дальнейшем уже они даже успевают сделать продукты потом на продажу и становятся товаропроизводителями. А они уже начинают себя выкупать, они не могут, да? А? Тогда они могут уже себя выкупать. Никогда они не могут выкупать их. Они так, в таких долгах, вот исследование у нас. Жуков на эту тему выступал и Якулев. Вот. Так организовали помещики, что выкупать они не могут никак. Это совершенно нереально. Почему? Этот узел был развязан только в семнадцатом году. Взяли и безвозмездно передача земли крестьянам по едокам. То есть, если у вас десять едоков, вам десять долей. Если у меня три едока, мне три доли. И так вот все. Все земля была разделена. Только по декрету о земле. В семнадцатом году, после того как было сделано советское правительство. Взяли эти самые правительство Геренского, которое было буржуазным. Оно на войну гнало, а землю не разделило. И землю не отняло в землю владельцев. То есть буржуазия свою часть буржуазной революции не выполнила. Потому что буржуазная революция должна была что сделать? Отнять землю у феодалов. И отдать ее крестьянам. И тогда, понятно, пошел бы процесс. Одни бы богатели, другие беднели. Одни бедненькие, другие середенькие. Третьи кулаки. Но этот процесс может пойти тогда, когда землю отдадут. Ее не отдавали. И отдали только большевики. Поэтому этим объясняется, почему в гражданской войне никому не удалось сбросить большую иску власть. Невозможно. Потому что крестьяне эту землю получили и не отдадут ни за что. И наоборот, те люди, которые стояли на белогвардейской стороне, тот же Деникин, он шел к Москве и вешал крестьян, которые уже начали землю обрабатывать, и возвращал эту землю помещику. И поэтому все хуже и хуже. Белая армия воевала, и все лучше и лучше красная армия воевала. Она воевала не по принципу, у кого какое вооружение было, а по принципу, кто за что воюет. И вот поскольку крестьянин, а это главная составная часть армии, и то, и другой крестьянин, крестьянин перестал воевать за белых и стал воевать за красных крестьян. И победил. В массе своей. Хотя и белогвардейцы были, и красноармейцы были, и была мобилизация, когда никто не спрашивает, вы за красных или за белых. Вас мобилизовали, красные, будьте за красных, а вас в ваше село пришли, и белые вас мобилизовали. А как мобилизовали? Пойдете в белую армию? Нет? В стеночки, пожалуйста. Пойдете в красную армию? То же самое. То есть, это вот история перехода от добровольческих армий к мобилизационным. Уже там, когда началась гражданская война, пошло вот так вот. Видите, в соседние села сюда пришли, красные, сюда белые, отсюда стабилизовали, в красную армию, отсюда белые, завтра бой, и они уже сражаются друг с другом. Ничего не пойдет. Аржанская война. Ну вот, короче говоря, вот все эти переходы мы должны... Сколько было переходов? Если было пять формаций, пять способов производства, то таких переходов от одной формации к другой было четыре. От первобытного общинного коммунизма к рабовладению. Раз. Это одно становление. Становление рабовладения. Потом становление феодализма. Два. Становление капитализма. Три. И становление коммунизма четыре. И все это не изученный вопрос. Не изученные или слабо изученные. Потому что изучают все бытие. Вот так вот. Капитализм. Коммунизм. Или социализм. Федализм. Рабовладение. И специалисты тоже. Это производит рабовладение. Это, во-первых, быта общинного коммунизма. А вот эти вот переходы эти, как раз они плохо и слабо изученные. Хотя вот. Диалекция и требует как раз видеть это вот движение. Как это все возникло. А потом как оно пропадает. Потому что вот он. Сначала это утвердилось, это рабовладение. Оно же потом пошло. По нисходящей линии. Это прихождение рабовладения. Потом прихождение феодализма. Потом сейчас идет прихождение капитализма. Это все вот такие вот движения. Ну вот мы сегодня с вами что рассмотрели. Рассмотрели разные формы движения. И становление как самую простейшую форму. Движения. Так. Все на сегодня. Если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста. Я хотела у вас спросить. Сейчас есть такое движение эссенциализм. Как? Эссенциализм. Услышали по нему? эссенциализм. Эссенциализм, да? Ну да, это... Эссен, это как бы сущность. Да, в общем, я просто книжку хотела прочитать. Эссенциализм. Хотела с вами посоветоваться. Стоит вообще на ней один? Эссенциализм, да? Да. В общем, она про то, что нужно делать меньше, меньше, но более качественное, и там рассказано, как. Ну, по понятию это ясно, что такое эссенция, уксусная эссенция, значит, что такое? Ну, что-то отобранное. Ну, сгущенное, как бы, да? Концентрированное, более концентрированное. Ну, поэтому, скажем, в том, что люди, скажем, если они ставят вопрос, что вот надо взять, постараться самое важное, самое нужное, отобрать и так далее, это вроде как положительный процесс, да? С одной стороны. Да. А с другой стороны, если вы... Чем отличается эссенция, например, от уксуса, который продается? Знаете, чем? Вот если вы придете и выпейте уксуса, ничего с вами не будет. А если вы ночью придете и случайно выпейте эссенцию, у вас будет страшное поражение желудка. То есть, скажем, а вот попробуйте вы спастись, она и дети, если маленькие. Можно держать, вот, эссенцию надо где-то в особом месте держать, закрывать, в кавку, на ключ и так далее. Почему? Потому что это вот, то есть, с одной стороны, это вроде как хорошо, но это особый случай. Поэтому, как всеобщее, это не следует рассматривать. Ведь не случайная форма. Ну, тоже можно сказать, у вас ведь главный мозг и сердце. А что, остальное? А руки не важны, что ли? А руки, ноги. Вам же ходить нужно. И, так сказать, и кожа пятнами покроется. А вы скажете, ну, черт с ней с кожей, важно, что у меня сущность, я добрая. То есть, можно, значит, этим обойтись. То есть, некоторые... То есть, что-то... Вот в этом есть, ну, как бы, некий флюс. То есть, надо изучать, вот, и природу, и общество, ну, в тех, во всем богатстве и составляющих. Надо и сущность брать, и, так сказать, стремиться к улучшению, но без того, чтобы деградировало все остальное. Ну, представьте, очень умный человек, ну, обездвиженный тоже, вот, только голова валит, он инбалит. Тоже плохо. Вот скажете, у главного человека голова, а черт с ней со всем остальным. Нет, не черт с ним. Какой упор? Ну, это как вот течение есть. Всякое философское течение может сводиться к тому, что оно подчеркивает какой-то момент, и в этом его поле. То есть, оно, как бы, просвечивает этот вопрос, раскрывает и так далее. Но это не значит, что нужно вот... Что этим надо ограничиваться. Что это не является всеобщим. Это является... Ну, как вот, я могу взять и в лупу рассмотреть вот ваше лицо. А если в лупу рассмотреть, там будет, знаете, на коже будет уже она выглядеть даже не так красиво. Хотя лупа нужна для того, чтобы иногда вот определить, что там нужно делать. То есть, это некоторое усиление внимания к какому-то главному, главной характеристике, эссенции, эссенции. Ну, вот я мне пишу, это книга для всех, кто погряз в повседневных заботах и кому не впадает время, именно на самом важном. Автор книги напоминает ваше время и энергии бесценны. Их нельзя тратить на все вещи и тех людей, которые на самом деле не важны для вас. Ну, я хочу сказать, что в этом есть положительный, положительный момент какой. Вы знаете определение оппортунизма, нет? Нет. Оппортунист? Ну, и у Ленина есть политическое такое определение. Человек, который не предает свои партии, не отходит от него. Искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроению минуты, неспособность противостоять в моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения к жертву побочным и семиминутным. А если вот это вот течение, оно подчеркнет, что вы должны в этой текучей жизни не забывать о главном. Если вы это главное будете откладывать все время, я займусь, 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 а сейчас я сделаю и это, и это, и это, и это, то вот в этой текучке вы закрепнетесь и не сделаете самого главного. Поэтому есть даже такие приемы, например, какие-то философские. Есть такое правило змеи. Вот то, что вы должны сделать, вы должны выстроить такую, нарисовать змею. Голову – это самое важное, потом менее важное, потом менее, и потом хвост. Но поскольку нельзя объять необъятного, то надо отрубить часть. Какую вы будете отрубать? Где голова или где хвост? Хвост. Хвост. Вот когда вы построите, так сказать, вот, если это вот изучение вот этому, так сказать, или так вот настроить, что вы изучаете для того, чтобы, ну, построить для себя змею. И потому что вы никогда все это не выполните, то, что вам бы хотелось. Но из-за того, что вы змею не построили, вы отрубите очень важные моменты, без которых вы не пойдете вперед. А вы возьмите и отрубите этот хвост. То есть вот такое внимание к тому, что главное, что второстепенное, я думаю, это очень положительный момент. То есть думаете, стоит читать? А? Думаете, стоит купить? Ну, во всяком случае, такой вот взгляд на то, что является важным, что надо во всей текучке выбрать важное. Надо сказать, что и сама философия, вот, она, мы же какие категории с вами разбираем? Только всеобщие, не такие, которых, можно ведь слов очень много, а категории очень мало, которые заслуживают такого просмотрения. И для чего это делается? Чтобы мы за этой текучкой тоже не забывали каких-то коренных таких вещей. И первая категория – это бытие. Для вас важно, вы есть или вас нет. Наверное, это самое главное. А если вас нет, тогда вас никакие варианты уже не устроят. Или они никого уже не устроят. Поэтому, конечно, надо выделять главное. А сам ход событий, вот, философии, в этом смысле, можно сказать, что философия этому принципу отвечает. Потому что она идет от простого к сложному или от сложного к сложному? От простого к сложному. Она берет простое, но это вот простое, самое емкое. Потому что все есть бытие, все есть становление и так далее. До следующего рата. Африк, сейчас скажу. Греб Макао. Ну, какая-то такая, да, западная. Греб Макао. Греб Макао. Где-тоый тихий. Region 6 Meg dok не д komm д Worlds, В берем санта Teil номер л reminder ты. Греб Мамао. Греб Макао. chet иla друг с permission. Греб Макао-какова.